Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире Нитья Рядная, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Кроме того, нам можно написать на наш почтовый электронный адрес. Ну и, наконец, вы всегда можете посмотреть нашу программу и в интернете на сайте первообразовательный или sgutv.ru в разделе «Прямой эфир». Итак, за последние несколько десятилетий книги о том, как стать счастливым и успешным, заполонили прилавки магазинов. Огромную популярность во всем мире приобрели всевозможные тренинги позитивного мышления, призванные привить людям более оптимистичный взгляд на жизнь и тем самым способствовать успехам во всех начинаниях. Казалось бы, замечательно. В жизни станет больше счастливых людей. Но современные психологи бьют тревогу. По их мнению, бесчисленные руководства по обретению счастья не столько помогают в решении проблемы, сколько сами составляют серьезную проблему. Поэтому выступают против тирамии позитивного мышления и засилия оптимизма, утверждая, что помешательство на позитивности и оптимизме зашло уж слишком далеко. Конечно, у оптимизма есть свои плюсы, но и минусов немало. В умеренных дозах он вполне полезен, а вот в чрезмерных может погубить. Что же такое оптимизм и пессимизм в нашей жизни, в чем их плюсы и минусы, и как достичь желаемого равновесия? Вот об этом мы и поговорим сегодня. И у нас в гостях психолог, психоаналитик, известный специалист в области психоаналитической терапии, член Всемирного совета психотерапии Александр Матвеевич Кантер. Здравствуйте, Александр Матвеевич. Здравствуйте. Что плохого в оптимизме? Это так хорошо. Нынешние люди, унылые люди. Тогда почему же вот такое нынешнее состояние привело к проблеме, что психологи начали говорить о том, что позитивизма и оптимизма в жизни, уж в нашей жизни, уж слишком много? Ну, я бы не сказал, что в жизни много. Может быть, много... Ну, в теории, в книгах, в тренингах. Да, вот в тренингах. Тренинги сейчас стали очень модными. Ничего там, так сказать, плохого нет, по сути, поскольку это вполне нормальное желание. Лучше быть счастливым, там, продолжая богатым, молодым, здоровым, да, чем наоборот, значит, несчастливым, да. Поэтому это желание вполне нормальное. Человек все время стремится к чему-то лучшему, так сказать, гармоничному. Счастливее. Да, 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 да. Все выше и выше и выше, да, стремим полет на шутиц, да, да. Это, так сказать, тема, вот, мы считали, чисто советская и такая натужная, такая, значит, фальшивая в своей основе, да. На самом деле, конечно, такое базовое человеческое качество, да, значит, человек рожден для счастья, как птиц, до полета, да. Который должно быть в жизни, да. Совершенно верно, да, это цитата одного из классиков. Что же тогда мы делаем не так-то, получается? Вот, да. Так что, что не так? Тогда что мы делаем не так в своем стремлении к счастью, если это становится уже, вот, проблемой, да? Да, здесь, конечно, возникает определенное зависимостное состояние, когда человек, так сказать, хочет, ну, скажем, что такое счастье вообще каждый понимает по-своему, да. Тоже цитата из детской книжки, по-моему, Гайдара, вот, да. То есть, под словом счастье, если иметь в виду под словом счастье только позитивное, потому что слово счастье очень, значит, обладает широким диапазоном, то, в сравнении постоянно к позитиву во всем, быть во всем очень таким, значит, абсолютно уверенным, абсолютно, то есть быть во всем совершенным. Я бы сказал, скорее так, это здесь есть какой-то мотив такой перфекционистский, обсессивно-навязчивый, да. То в этом вот... Как комплекс отличника, да? Совершенно, чемпиона, да. Да, чемпиона, да. То в этом, конечно, вот есть какое-то нарушение, определенное, так сказать, равновесие, уход от реальности. И здесь вообще, на самом деле, есть прямой путь зависимости от состояния, потому что мы не всегда, может быть, счастливыми, хотя бы по причине погоды, например, да, она может нам мешать, хотя у нее нет плохой погоды, у природы нет, но, тем не менее, я не знаю, что может быть. Может быть, неприятности небольшие, встал не с той ноги, и вот эта навязчивая установка, а все-таки ты должен быть, скажем, вот, счастливым с точки зрения быть позитивным, все-таки, это разные моменты, да, может привести человека к тому, что вот, ну, я не знаю, для этого ему нужно, ну, прибегать к психоактивным веществам, например, что крайне опасно, там, алкоголь, там, наркотики, упаси, господи, я не знаю, что еще. Или человек чувствует, что у него не получается, да, и формируется комплекс неполноценности, опять же, да? Агрессии, да, ну, комплекс неполноценности – это вещь как раз нормальная, потому что, если ты принимаешь то, что, так сказать, ты несовершенен, как раз это делает человека более реалистичным. А вот это желание быть во что бы то ни стало, кстати, есть и противоположные определенные установки мировоззренческие, когда человеку нравится быть, считать себя несчастливым, да, какая-то есть магия своего рода, значит, вот я несчастливый, значит, примитивый. Защитная такая, да? Совершенно верно, значит, магия, да, значит, и вот, а нет, я уверяю, в обратном, тебе так это приятно, да. Человеческие стратегии психологически очень непростые. Ну, смотрите, вот, Александр Ильич, а вам не кажется, что, почему тогда сейчас вот мир, вернее, так сказать, что агрессивная пропаганда позитивного вот этого мироощущения и направления, она сменяется потихонечку скепсисом, скептицизмом некоторых ученых и психологов по отношению к этому? Что это тогда? Это действительно проблема в настоящее время, и она актуальна? Или это, знаете, борьба двух направлений – позитивной психологией и такой реалистичной, я не знаю, или там, или негативной психологией? Ну, вы знаете, психологи, во-первых, в конце концов, те же люди, и есть те, кто пишет, значит, да, будете счастливыми, а другие могут писать, что, значит, ничего страшного, в общем, несчастливыми тоже приходится. Я не могу же верить, мы к вам идем за помощью. Ну да, на самом деле, совершенно верно, это не гуру, это просто специалисты, которые, значит, что-то знают о работе психики, о каких-то свойствах человека, антропологических, там, философов, в конце концов, историки, там, гуманитарии, филологи, да. И, ну, я думаю, что за этим и за действиями психологов тоже стоят какие-то, вот, совершенно базовые моменты, мотивы общечеловеческие. Все-таки не забывайте, что структура мозга, например, да, вот человек, так сказать, горизонтальная, билатеральная, значит, там, левая, правая полушария, да, и вертикальная тоже структура, так сказать, непростая, там, неокортекс, там, археопалеокортекс, там, бичкость, тем, то есть, так сказать, человек сам по себе сложен. И он не может жить только в рамках, вот, одних, одной стратегии, поскольку жизнь тоже, собственно говоря, меняется, и окружающая, он должен применять разные стратегии. Вот, можно я еще чуть-чуть скажу по этому поводу, для меня, кажется, очень важен. Вот, например, скажем, допустим, так сказать, пословицы, в них выражается мудрость народа и, так сказать, способы поведения. Это, на самом деле, так сказать, принципы отношения к жизни, это очень важно. Например? Например, вот, например, скажем, такое, так сказать, популярное и желаемое чувство, как любовь, да, можно по этому поводу тут в эфире высказаться? Скажем, вот я говорю студентам, я привожу пословицу, скажем, с глаз долой продолжите. И сердце вон. Правильно. А вот есть еще и другая. Разлука, любовь, последнее слово. Не знаю. Вот видите, бережет. То есть, на самом деле, явление одно, любовь, да, но а стратегии разные. Значит, есть и... Кстати, в других языках тоже, значит, существует сходное, да, так сказать, например, там, absence makes the heart grow fonder. Значит, отсутствие делает сердце более влюбленным, да, так сказать. Но ведь мы знаем и противоположный. Или out of sight, out of mind, по-английски, да? Да. То есть, и в английском это тоже, и в других языках. То есть, суть заключается в чем, что одно и то же явление, да, оно может иметь какие-то разные варианты развития. В одном случае, значит, действительно, и сердце вон. Это, видимо, ваша установка, да, и установка многих. Это русская пословица. Подождите, вторая тоже русская, но там другая установка, что ничего страшного, разлука, любовь бережет. А есть и другие пословицы, которые говорят, что, простите, разлука, охлаждает чувство. Слушай, наверное, капля камень точит, а под лежачей водой не течет. Я к чему? Я к тому, что одно и то же жизненное явление, да, оно, так сказать, очень непростое. Оно связано с какими-то конкретными жизненными обстоятельствами, с отношением человека в жизни. Поэтому на самом деле, вот вы говорите о психологах, вот вначале они говорили, будьте счастливыми, а сейчас они да. То есть, они тоже... Нет, кто-то продолжает говорить. Ну, понятно. Вот лично вы как относитесь к тренингам счастья, например? Ну, как вам сказать, к тренингам в целом, наверное... То есть, они до сих пор собирают огромное количество людей. Я думаю, что многие помогают, конечно. Да, да, ну почему нет? Это, так сказать, такое поведенческое научение, конечно, да. И человек нуждается в том, чтобы, значит, как-то вот уметь, я не знаю, так сказать, в себя вести. Например, вот, допустим, фантазия моя, быть на приеме английской королевы. Я же волнуюсь, как это вот я возьму ложку, вилку, что-то не так. Поэтому тренинги очень необходимы, в принципе. Или, например, пребывание в эфире тоже меня все-таки несколько смущает. То есть, в конкретной тренинге счастья, вот можно ли научить человека быть счастливым за три дня? Ну, вот, надо посмотреть, о чем идет речь, да, о каком счастье они учат. Это тоже вопрос. Это очень такое понятие, я бы сказал, в данном случае, маркетинговое. Понимаете, собственно говоря, вот купите в нашем магазине, я не знаю, что-то, и вы будете, значит, счастливым. Ну, и не случайно такие... Вот эти часы, там, носит чемпион мира, а вот... Психологи называют такие тренинги продуктом тоже, понимаете? Да, да, это продукт, да, в магазине, да, здесь есть какая-то коммерческая сторона, но я не стал бы их, вот, как вам сказать, я не стал бы их очень... Обобщать, да. Да, да, чересчур третировать, ну, кому-то помогает, кому-то нет, да, но тренинг – это просто обучение какому-то поведению, и не так уж это плохо. Другой вопрос, что не нужно называть это счастьем, понимаете, да, так сказать, вот я вспоминаю эти, так сказать, анекдоты, как человек хочет эмигрировать, да, значит, он говорит, надоело так много счастья, там, купил колбасу счастья, купил там, так сказать, туалетную бумагу, простите, счастье, и прочее. И так далее, да, или праздники, вот, да, поэтому что такое счастье, да, вот, надо посмотреть, что это за тренинг, хотя сам по себе он, конечно, если, так сказать, там присутствует вот такая... То есть должна быть правильная направленность все-таки, да, и понимание. Да, нет, значит, что за продукты покупаете, да, потому что в одном случае меня делает счастливым то, что вот я там опаздываю на передачу, и вот я беру такси, это тоже делает меня счастливым, да, в другом случае там что-то приобрести подешевле, я не знаю, поэтому здесь нужна конкретность. Хотя, действительно, вот, есть такое злоупотребление тренингами, есть определенная мода на них, да, это верно. К чему это приводит? К каким, вот, таким крайним последствиям, о чем бьют психологи? Да, ну, человек пришел, он пошел на тренинг, да, он стал счастливым, да, я считаю, что главное здесь это вот уход от реальности, да, вот меня научат, да, это, так сказать, немножко инфантилизм такой есть, да, помните, как у Маяковского, пусть меня научат, да? Да. Вот, да. Понимаете, какая вещь, да? Вот, научат, и все будет. Нет, с одной стороны, ты хорошо считаешь, что научат, правда же? Да, конечно. Допустим, мы тоже стараемся в наших программах как-то нашим телезидителям что-то рассказать, да, помочь в чем-то, но в чем здесь минус? Ну, конечно, любое злоупотребление приводит, конечно, к зависимостному. Да, когда человек считает, что вот меня пусть научат, а я делать ничего не буду, правда же? Пожалуйста, да, мыслить ничего не буду. Шопоголизм, например, такой, да, значит, это вот то же самое, та же разновидность, как и алкоголизм, там, или увлечение, там, значит, там, значит, пищевая зависимость, да, значит, вот я это сделаю, мне станет легче, я буду счастливым, конечно, да, бесспорно. Когда речь идет о зависимостных состояниях, когда еще о том, что вот нечто, некий товар, это уже чисто коммерческий подход к жизни, он может все исправить, но мы понимаем, что это нереалистично. У нас поступают первые звонки, ну, как всегда, я перед звонком делаю всегда вопрос. Все-таки вот оптимизм и пессимизм, это врожденные качества вот в нас, в людях, или это приобретенные, то есть воспитуемые? Я думаю, что, в общем, во многом врожденные и приобретенные крайне рано, психоаналитический подход, ну, а первое, посмотрите на животных, например, да, скажем, там, на котят, там, я не знаю, кого хотите, скажем, есть там меланхолические темпераменты, это тип нервной системы, есть какие-то активные, игривые, экстравертные, сангвинические, есть там какие-то более, там, может быть, агрессивные, да. То есть вот уже на уровне темперамента, это закладывается, отношения к жизни, вы можете сказать, что меланхолик, ну, несколько более депрессивный, это будет справедливо. Но есть и определенные, значит, еще вот в самый ранний период, его называют психоаналитикой оральным, когда ребенок зависит, значит, то есть, вот, от рта, да, питается грудью матери, молоком матери, да. То в этот момент тоже очень рано, несмотря на темперамент, на предпосылку, это может совпадать с какими-то мотивами темперамента, да, допустим, он меланхоличен по природе, конституционально пошел в кого-то из родителей, а тут еще, скажем, да, скажем, оральный период ранний, скажем, к нему холодные родители, там, допустим, не гладят его, но грудь дают, там, неважно, в конце концов, это может быть и кормление там через соску, какими-то новейшими этими продукциями, да, но пренебрегают им, значит, не ласкают, не разговаривают, да, то это закладывает, есть такое выражение у психоаналитиков, да, такое базовое недоверие к миру, да. Если темперамент еще такой относительно, то это как-то в какой-то степени компенсируется, но это очень существенная сторона, проверена давно на обезьянах и так далее, да, ранний период тоже, вот, наследственная, конституциональная расположенность, да, плюс очень ранний период, да, ну, и еще, да, кризисы еще будут у человека. Конечно, конечно, да, то есть что-то потом мы добираем в течение нашей жизни. Добираем и не всегда, позитивно, это другой разговор, да, трансформация происходит, но так или иначе, вот, сенситивный, очень ранний период, он тоже может сыграть роль и дать такую, в общем, прямо скажем, в большей степени негативную или позитивную отношение к жизни. Да, это не обязательно, да, это не обязательно может выражаться в формах отчаяния, но, тем не менее, значит, какая-то, так сказать, депрессивность, как вот говорят студенты мои, некая фишка, значит, она может быть, в принципе, она может придавать даже очарование какое-то, да, человеку как-то загадочное. Ну, а нашей программе придает очарование наши звонки, звонкители, зрители, поэтому первый звонок, давайте послушаем. Да, да, да. Пожалуйста, говорите, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос, можно ли в себе сочетать одновременно и пессимиста, и оптимиста? Угу. Ну, то есть, это даже не как-то, я бы не сказала, что это в зависимости от ситуации. Это вот, как вам сказать, скорее вера в светлое будущее и в то же время реализм окружающей жизни, который говорит об обратном. Вот как с этим бороться? Бороться и не сочетать. Я не понял, в чем вопрос, с чем бороться? Что делать, если, допустим, очень хочется быть оптимистом и есть вера в светлое будущее, но окружающая жизнь говорит, что пробиться крайне сложно и вряд ли вообще есть шансы. Вот две составляющие внутри. Спасибо, теперь понятно, спасибо. Что делать? Да, ну, я думаю, что здесь есть определенное... Пока не затухло в человеке, да, вот эта вера. Да, да, есть, это очень такой человечный вопрос, человечный, нечеловеческий. И, в самом деле, конечно, вот это идеальное состояние, когда ты можешь, вот, скажем, работать, вот мозг будет работать, две палаты мозга, и левая, и правая, и, так сказать, и все системы будут включены вертикально. Значит, да, это, конечно, идеально было бы, когда мы можем сочетать это, так сказать, некое гармоническое сочетание, видеть, скажем, в плохом, допустим, некое хорошее, нет худа без добра, да, и, значит, видеть в хорошем какую-то ограниченность, потому что хорошее проходит, и в хорошем тоже есть какие-то, возможно, минусы, допустим, в хорошей пище, в хорошем вине, злоупотреблять ими, да, и так далее, да. Поэтому это желаемое состояние, бесспорно. Вот, я бы сказал, что, если так, грубо, математически говорить, то если мы могли бы управлять вот этими стратегиями, да, вот включил, значит, видишь неприятность, ага, включил, нажал кнопку, включил, а вот в этом есть какой-то выход, да. А видишь, хорошее, вот не забывай, так сказать, да, там, скажем, в Библии сказано, что, значит, в новой мудрости много печали, да, значит, да. То есть это, значит, так сказать, древний такой подход, да, желаемый подход, да, и мы все время, так сказать, наверное, стремимся его как-то реализовать, да. Вот. Возможно ли это? Ну, а почему, собственно говоря, нет? Почему невозможно? Как в старом анекдоте Василия Ивановича, это невозможно, наверное, в идеале, но к этому надо стремиться. Так что, я не знаю, ответил я на этот вопрос, да. Вот. Вот насчет бороться, с чем бороться? Бороться с пессимизмом в себе, да, но это очень трудно. Все-таки, хотя мы живем, и у нас есть бесспорно, ну, там, скажем, некая оптимистическая стратегия, что мы должны утром встать, я не знаю, там, помыться, почистить зубы, сделать зарядку, жить. У нас воврожденный есть и оптимизм, и пессимизм, да, вот мы сейчас поговорим, что это такое, для чего нам это нужно. Если вернуться, допустим, к каким-то очень метафизическим построениям, там, Зигмунда Фрейда, скажем, да, то можем остановиться на двух каких-то базовых, вот, я не знаю, влечениях или инстинктах, это не очень точное, может быть, слово, скажем, это инстинкт, допустим, установка, скажем, эроса, да, в широком смысле слова, некой любви к жизни, в широком, не только к женщине, там, и в противоположенном полу вообще, к жизни, к стремлению слиться с этой жизнью, принять ее, да, и другой драйв, да, другой инстинкт, это дело не в терминах, это инстинкт смерти, да, скажем, это не значит, что я хочу немедленно умереть, чтобы там, скажем, деструкция какая-то, агрессия, но ведь без нее тоже не проживешь, понимаете, да, поэтому вот этот пессимизм, оптимизм, наверное, ну, не знаю, так сказать, вот, два плеча вечной спутники человечества, да, добрый ангел, злой ангел, да, ну, как же без, собственно говоря, я помню старый анекдот, ну, когда я слышал от кого-то о человеке, который там в гражданскую войну остановился у бабули какой-то там, как раз на армеец, не помню, что это, тараканов много, мило, как же без них-то, понимаете, то есть, да, и добрый, и злой ангелы, пессимизм, оптимизм, совершенно, как бы, нормальные стратегии. Мы изначально, это уже вопрос очень философский, расщеплены им. Раз они есть, присутствуют в нашей жизни, да, значит, они нам для чего-то нужны, вот для чего нам нужен оптимизм человеку, и для чего нужен человеку пессимизм, какие функции в нашей жизни они выполняют. Для чего нужна любовь, для чего нужна смерть, это, вы знаете, это уже вопросы, такие, философские, антропологические. Для чего нужны, это трудно сказать. Но они существуют, они присутствуют. В конце концов, можно ответить просто по-житейски. В жизни это ведь не только... Конечно, раз присутствуют, значит, для чего-то служат. Да, они служат, скажем, тому, что, допустим, чувство боли. Нельзя же от него избавиться, да? Оно неприятно, но оно чему-то нас предупреждает, да? Значит, так сказать, ребенок, вот, формируется условный рефлекс, он дотрагивается до горячей чашки и отдергивает руку, значит, этого делать не будет, да? Конечно, да. То есть пессимизм указывает нам, если говорить, так сказать, таким простым языком, так сказать, в лоб, на то, что, ну, жизнь вообще полна неожиданностей, в том числе неприятная. Да, и будьте к этому готовы, да? Конечно, да. Поэтому, видимо, для этого и нужно, если говорить об этом, значит, так вот, ну, может быть, прямо, непосредственно. То есть у пессимизма или негативизма такие остерегающие, да, как бы такие качества, помогающие человеку избежать каких-то... или предостеречивого отчего. Все вещи, и более того, я бы сказал, что это стимулирующее качество, они обязывают человека нечто преодолевать, преодолевать, не знаю, там, собственную немощь, например, да, преодолевать, ну, например, скажем, вот, известные факты, скажем, факты, допустим, блокады Ленинграда, когда мать, она должна была умереть, вот, у нее дочь грудная, по всем вот медицинским показателям. Но пока ребенка у нее не забрали, вот, да, она живет, жила, есть из психоаналитической практики очень интересный момент, что ребенок потом уже в зрелом возрасте, это выяснили, да, у нее было определенное отношение у взрослого человека к запаху разложения. И вот выяснилось, да, что мать жила и уже, так сказать, вот тело ее частично уже, так сказать, где-то отмирало, уже, понимаете, ну, вот еще час, еще два, вот она передала ребенка и тут же умерла, понимаете, то есть на самом деле вот такой-то посыл был, да, с одной стороны смерть неизбежна, посыл, который заставлял преодолевать, вот, да, посыл жизненный, посыл биофилический, например, да, и вот она, достаточно сильная все-таки, мощная такая сила, которая, да, вот биофилический, да, то есть, вот, так сказать, он был сильнее, чем, собственно говоря, биология на самом деле, да, я не знаю, почему называют биофилическим, просто витальный может быть, да, жизненный посыл, но явно оптимистический, по своей сути-то, явно, да, 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 который спас жизнь другому человеку. С другой стороны, скажем, воины, да, которые сражаются, да, там, защищают тот же Ленинград, да, у них должен, защищали, да, у них тоже должен быть, в общем-то, посыл, связанный и с оптимизмом, с пессимизмом, скажем, с пессимизмом в том плане, что он готов умереть, да, он готов быть, ну, защищая убийцей кого-то, да, это, в общем, здесь, это, так сказать, допустимая вещь вполне, да, поэтому эти стратегии, они в широком смысле слова... Но они чуть-чуть и философские, и морально-философские. Да, это жизненность, антропологически, это некое свойство человека, быть, видимо, вот мы с вами пришли к этому выводу, да, вот, без защиты докторской диссертации или какой-то, что это необходимо для того, чтобы жить, нужно быть и тем, и другим, да, вы согласны с этим, Таня? Я согласна, я надеюсь, что и наши телезрители как-то прислушаются к этому и поймут, и в своих сегодняшних вопросах непременно позвонят и зададут эти вопросы, чтобы, как бы, ну, я, мне бы хотелось, чтобы наша программа помогла нашим людям, вот, в собственном мироощущении, в том, чтобы они не загоняли себе в угол, когда у них что-то происходит не так в их жизни, да, не так как-то складывается, то есть научились правильно радоваться и правильно переживать. Ну, это вы уже намекаете на тренинг, я понимаю, что программа к нему не относится. У нас программа тренинг. Ах, вот так, да. Конечно. Да, так что, так сказать, вот, не будем тренинги так осуждать сурово, но, во всяком случае, какое-то знание... Помочь, да, знание. И для нас с вами мы каким-то выводом тоже приходим с их помощью, да, совершенно большое спасибо. Да, поэтому сейчас у нас будет реклама, но прежде чем мы уйдем на небольшой перерыв, я хочу сказать, что вот сейчас после рекламы мы поговорим как раз о том, в чем мы ошибаемся, как мы неправильно понимаем оптимизм и пессимизм, и к каким проблемам это приводит, ну, естественно, как все-таки наладить взаимоотношения между этими двумя крайностями. Итак, дорогие друзья, не переключайтесь, встретимся через несколько минут, и, пожалуйста, готовьте свои вопросы. Мы непременно на них ответим. До встречи!